SCP-1163. Меняющиеся лицами. Класс объекта Евхолид. Особые условия содержания. SCP-1163 содержится в стандартной камере содержания гуманоидов. Пища и вода подаются через защищённый кухонный лифт. Сладкие продукты предоставляются только в качестве вознаграждения за сотрудничество. Зачёкнутый текст. Посещение SCP-1163 разрешается только для проведения одобренного исследования или психологической оценки. Конец зачёкнутого текста. Смотрите приложение 1163-B. Перед контактом с субъектом, как контактирующий сотрудник, так и SCP-1163 должны быть помещены в ограничителе движения в избежании использования объектом своих свойств для нарушения условий содержания. Описание SCP-1163 выглядит как гуманоидное существо, наиболее заметное внешним свойством которого является необычная структура лица, характеризующаяся необычно зелёными глазами, большим носом и ненормально широким ртом. На фотографии SCP-1163 в теле D-817. SCP-1163 способен оказывать аномальное воздействие на человека, находящегося в поле его зрения. Эффект заключается в том, что лицо жертвы быстро преобразовывается в такое же лицо, какое имеет SCP-1163, а лицо SCP-1163 в то же время преобразовывается в лицо жертвы. Структура преобразованного лица идентична образцу, хотя тон кожи не изменяется, а размер лица соответствует размеру головы. После обмена лицами от 3 до 12 секунд в зависимости от структуры различий, SCP-1163 получает контроль над телом, которое имеет его лицо, в то время как тело с лицом жертвы полностью контролируется жертвой, как если бы это было его слэш её собственное тело. SCP-1163 вполне способен произвести обратную смену лица, хотя не выявлено никакого ограничения количества времени, которое SCP-1163 может провести в чужом теле. Хотя структура лица изменяется, ткани остаются теми же, и любые пятна, родинки, шрамы, оволосения лица или морщины сохраняются. Если у жертвы отсутствует часть лица, эта часть не восстанавливается при копировании SCP-1163. Умственные способности SCP-1163 аналогичны таковым у ребёнка около 6 лет. Но субъект довольно послушен и легко контролируется с помощью сладких продуктов. Общителен, но, похоже, не страдает от скуки или одиночества. Хотя голос слегка изменяется в зависимости от используемого тела, SCP-1163 обычно имеет высокий голос и заметно заикается. SCP-1163 в настоящее время обитает в теле сотрудника класса D, белого мужчины. Новое тело D-817 было немедленно устранено во избежание осложнений. Отчёт об обнаружении SCP-1163 был обнаружен в небольшом городке Засекречный штат Пенсильвания после ряда обращений от жителей о том, что у их друзей или родственников резко изменилась внешность. Полиция отнеслась к подобным подзаявлениям скептически и отказала смешиваться. Вскоре фонд взял ситуацию под свой контроль. Агенты фонда установили, что в попытке скрыться, SCP-1163 произвёл обмен лицами со значительным количеством жителей городка. SCP-1163 был вскоре обнаружен скрывавшимся внутри заброшенного дома в чрезвычайно подавленном настроении. При помощи пачки конфет марки Засекречна, SCP-1163 легко удалось поставить на содержание фонда. Приложение 1163-A установлено, что чрезмерное взаимодействие с аномальными свойствами SCP-1163 может иметь вредные физические последствия. Частое изменение структуры лица, особенно между двумя состояниями с разным размером глаз, может привести к ускоренной потере зрения. У жертв, пол которых оказался изменён на противоположный, могут возникнуть проблемы с контролем мочевого пузыря. Приложение 1163-B. SCP-1163 предпринял попытку нарушить условия содержания во время интервью с агентом Засекречна, использовав своё аномальное свойство для обмена телом с агентом и попытавшись выдать себя за неё. Хотя это выходит за рамки первоначальной понимания объектом собственных свойств, оно по-прежнему несовершенно, поскольку объект был уверен, что в полной мере похож на агента Засекречна. После захвата и возвращения в камеру содержания, SCP-1163 вынудили вернуть агенту Засекречной её первоначальное тело. Прямые контакты с SCP-1163 запрещены. Интервью 1163-01. Через две недели после захвата SCP-1163 был заинтервьюирован доктором Засекречна для получения более подробной информации о знаниях субъектам собственных аномальных свойств. Доктор Засекречна снабжён тремя шоколадными батончиками марки Засекречна. Доктор Засекречна ранее прошёл подготовку по работе с детьми. Начало протокола. Доктор, здравствуйте, SCP-1163. Меня зовут доктор Засекречна. Как у вас дела? SCP, хорошо. Доктор, я хочу задать вам несколько вопросов. Вы не против? SCP, агент Засекречна сказал, что мне дадут конфет. Доктор, вы получите конфеты, если будете слушаться. После этого SCP-1163 отказывается говорить или осуществлять зрительный контакт, пока доктор Засекречна не даёт ему одну из шоколадных батончиков, которые субъект немедленно прячет в карман. Доктор, теперь вы готовы отвечать на вопросы? SCP-1163 кивает. Доктор, не могли бы вы сказать мне, как вас зовут? SCP-нет. Доктор, хорошо. Вы не против, если я буду называть вас SCP-1163? SCP, не против. Доктор, вы знаете, сколько вам лет? SCP-нет, извините. Доктор, хорошо. Какое самое раннее событие вы можете вспомнить? SCP-я помню, как пришёл в город. Доктор, вы имеете в виду Засекречна? SCP-я не знаю. Доктор, вы когда-нибудь покидали город? SCP-я не помню. SCP-1163 выглядит сильно расстроенным. Отказывается отвечать на вопросы доктора Засекречна и молча ест батончик. После того, как объект доедает конфету, интервью возобновляется. Доктор, итак, SCP-1163. Когда вы были в Засекречна, вы причинили многим людям много неприятностей. SCP-1163 не отвечает. Доктор, вы не чувствуете себя неловко из-за этого. SCP-и из-за чего неловко? Доктор, когда вы перемещались через разных людей, вы перемещали их в другие тела, и от этого им было плохо. SCP- почему? Доктор, им было неприятно после изменения из-за того, как остальная часть их тела выглядела и чувствовала себя. SCP-я не понимаю, какая остальная часть тел? Доктор, когда вы перемещались через людей в Засекречна, вы сделали их не такими, какими они родились? SCP- родились? Не понимаю. SCP-163 чрезвычайно огорчен и отказывается отвечать на дальнейшие вопросы доктора Засекречна, даже получив два оставшихся батончика. Конец протокола. Заключением доктору Засекречна удалось успешно получить дополнительную информацию об осведомленности SCP-163 о свойствах аномальных свойств. Результаты этого интервью показывают, что объект в значительной степени малокомпетентен. Более поздние опыты показали, что SCP-163 страдает от довольно тяжелой промзопогнозии. Начало с носки. Неспособность распознавать лица. Конец с носки. Интервью 1163-02. Агент Засекречна. Интервью Роу SCP-163 через две недели после интервью, проведенного доктором Засекречна. В целях получения более подробной информации об осведомленности SCP-163 о собственных аномальных свойствах. Агент Засекречна. Имеет опыт работы опроса детей и людей с низким умственным способностями. Агент Засекречна. Было также предоставлено три шоколадных батончика марки Засекречна. Агент. SCP-163. SCP, да. Агент, как вы думаете, почему вас здесь держат? SCP, это из-за чего-то, что я сделал? Агент, в том числе, вы понимаете, что вы отличаетесь от других людей, которых вы встретили в Засекречна. SCP-163 выглядит очень огорченным и начинает заикаться чаще, но не отказывается отвечать, как в случае с доктором Засекречна. SCP, меня там не любили. Убегали от меня. Это было плохо. Агент, как вы думаете, почему они так делали? SCP, нет. Я пытался вести себя нормально, но они меня замечали и вели себя так, будто боялись меня. Агент, вы понимаете, почему они действовали именно так, даже если вы вели себя нормально? SCP, нет. Примечание интервью взято до того, как было установлено, что SCP-163 страдает от прозо-погнозии. Вполне вероятно, что субъект не понимает, что его лицо выглядит ненормально. Агент, как вы думаете, чем вы отличаетесь от тех других людей? SCP-163 размышляет минуту, прежде чем ответить. SCP, я думаю, что я быстрее. Люди начинали кричать, когда видели меня, а я мог просто за секунду оказаться там, где они были. Агент, а вы пользовались этим, чтобы убежать, когда люди кричали? SCP, да. Агент, тогда почему вы до сих пор не пытались нарушить условия содержания здесь? Примечание агенту засекречено. Объявлен строгий выговор за непредумышленное провоцирование объекта класса Евклид на нарушение условий содержания. SCP, что нарушить? Агент, по какой причине вы не пытаетесь отсюда убежать? SCP, вы хорошие, когда бываете здесь и люди дают мне конфеты. Я не хочу вернуться туда, где люди кричат, когда видят меня. Примечание. SCP-163 ранее никогда не встречался с агентами, видимо, ввиду своих проблем с распознаванием лиц. Объект принимает агента за доктора, секречена или другого сотрудника. Конец протокола. Заключение. SCP-163 осведомлен о некоторых из-за своих аномальных свойств, однако не в полной мере осознает свои возможности. Зачеркнутый текст. И не желает воспользоваться ими для нарушения условий содержания. Конец зачеркнутого текста. Смотрите приложение. 1163-B. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...